Свейки! Друзья, приветствую на канале! Сегодня в этом видеоролике я вам расскажу о моих любимых пляжей, которые находятся недалеко от города Алидус. На первом месте озеро Дуся. Находится в Митилийском региональном парке, самое большое озеро на юге Литвы. Есть такой интересный факт, что в 1954 году озеро Дуся замерзло настолько, что толщина льда достигла 78 сантиметров. Это озеро еще называют Зукийским морем. Оно и вправду похоже на море, третье по величине озеро в Литве. И такое огромное, что даже с дрона с высоты 100 метров озеро невозможно полностью все разглядеть. Его максимальная ширина 4 километра, средняя глубина 15 метров, а максимальная глубина 33 метра в средней части озера. На пляже, где мы любим купаться, дно не глубокое, а долгое время. Это хорошо для тех, у кого есть дети и для тех, кто не умеет плавать. На пляжах у озера есть места для костра. Это место прекрасно для отдыха около воды. Длина береговой линии составляет 23 километра. Берега в основном низкие, плоские, с террасами, песчаные. Возле этого озера много кемпингов, есть несколько пляжей. Нам очень нравится пляж около часовни. Часовня это место для католического паломничества. История часовни связана с литовской и шведской войной. О часовне гласят различные легенды, которые рассказывают о тяжелых болезнях людей, исцелившихся чудодейственными силами. Возле часовни есть колодец с целебной водой, которая исцеляет даже слепых людей. В советское время часовню сравняли с землей, и на этом месте было построено пастбище. После восстановления независимости Литвы в 1990 году была начата реконструкция часовни. И ее перестроили в 2000 году вместо старой снесенной. На втором месте пляж на озере Диджулис. Находится в Алитуском районе в городе Даугей. Это озеро одно из крупнейших в Алитуском районе. Оно понравится не только рыбакам, но и любителям водных видов спорта. Площадь этого озера 58 километров. В этом озере водятся лещ, карп, судак, окунь, сом и другие рыбы. В озере Диджулис есть 10 небольших островов. Средняя глубина озера 13 метров, в юго-западной части 30-40 метров, а максимальная глубина 44 метра. В это озеро впадают 10 небольших ручьев, которые не имеют названий. Некоторые ручьи пересыхают летом. На берегах озера Диджулис есть родники, которые также увеличивают количество воды в озере. После поездки в городок Даугей мы для себя открыли новый потрясающий ухоженный пляж, на который теперь часто ездим, загорать и плавать. И на пляже есть место для костра, что является большим плюсом. На третьем месте Езно Ажерос. Пляж на озере в городке Ейзнос. Это озеро в центральной Литве, самое глубокое место 4,5 метра. Озеро чистейшее, с песочным пляжем, отличное место для приятного времяпрепровождения. На пляже есть детская площадка, что тоже является плюсом. Только единственный минус, что на пляже нет места для костра. За это лето мы уже несколько раз сюда приезжали, чтобы позагорать и покупаться. Это стало еще одним нашим летним любимым местом у озера. Хочу вам еще показать озеро в Лоздийском районе, примерно в двух километров от города Висеей. Недалеко от города есть смотровая башня. Сейчас мы приехали на Абжволгозбокштас, которая находится возле городка Висеей. Также еще хочу сказать, что возле Абжволгозбокштас есть туалет, есть мусорные контейнеры, огромная парковка для автомобилей, также здесь есть информационные доски и есть столик и лавочки, где вы можете посидеть и отдохнуть. Вот я и поднялась на Абжволгозбокштас. Покажу сейчас, как она выглядит. Она не очень большая, но виды шикарные. Такие красивые облака, такое голубое небо, и там мы видим озеро. Мы видим Снайгину Азерес. Несмотря на то, что башня не очень высокая, но виды открываются очень красивые и на озеро, и на поля, которые возле этой башни. Самое глубокое место озера достигает 25 метров. Это озеро является домом для 12 видов рыб. В Литве огромное количество озер, я показала вам только несколько, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Большое спасибо вам за просмотры, за комментарии, все это помогает продвижению моего канала. И также большое спасибо спонсорам моего канала. Кто не знает, на моем канале есть спонсорство. И появился новый способ поддержки. Спасибо! Ну, а я с вами не прощаюсь. Мы увидимся в новых видеороликах. Всем всего хорошего! Писо гяру и ки!